Мы продолжаем информационный марафон на канале Фрида. К нам присоединяется Валерий Ребых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс». Валерий, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Добрый день, студия. Добрый день, уважаемые зрители. Итак, начнем со списка систем вооружения, которые есть в распоряжении Соединенных Штатов и которые могут помочь Украине, и которые составил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Кристофер Коволи. Так вот, в перечень, помимо всего прочего, вошли крылатые ракеты JASSM и системы связи Линк-16, сеть обмена данными, которая особенно полезна для контроля ПВО и ПРО. Как думаете, если уже американские генералы составляют такие списки, какова вероятность того, что мы вскоре это можем получить и как это отразится на поле боя? Ну, вот те перечисленные средства, именно ракеты класса воздух-земля и та же система Линк-16, это вещи, которые должны априори передаваться, и передача тех же JASSM без вот этих средств не имеет никакого значения. Поэтому, конечно же, то, что сейчас это обговаривается усиленно в Соединенных Штатах Америки, особенно на фоне предоставления того огромного пакета материальной помощи Украине, который был выделен, причем практически 8 миллиардов долларов, причем большая часть, она как раз включает передачу по президентским полномочиям, что может быть очень быстро передано. И, конечно же, здесь вот эти средства, они играют ключевую роль. И, конечно, мне кажется, что часть из решений по их передаче, она должна уже была принята, потому что, ну, что такое ракеты JASSM? Это как раз то средство, которое завершает вот тему использования F-16, не только в качестве того же средства противовоздушной обороны, как сейчас вооруженные силы Украины применяют эти средства в виде F-16, а также делает из этого самолета отличное ударное средство, которое может наносить удары на большую глубину. Причем, если в случае с первыми версиями ракет JASSM, это речь идет о 360-370 километров, что, в принципе, уже может сыграть большую роль в переконфигурации той схемы противостояния, которая сейчас сложилась на линии фронта в Украине. Но и также и глубже, если в версии до JASSM и R, Extended Range, когда уже это расстояние увеличивается практически до тысячи километров. И тогда даже глубокие тылы Российской Федерации, те объекты, которые эта страна использует для введения неспровоцированной войны против Украины, они будут под угрозой. И это существенно может повлиять вообще на способности этой страны вести агрессию против Украины. Система ЛИН-16 завершает построение системы управления и позволяет объединить все эти средства, самолеты, средства противовоздушной обороны, те же, скажем так, элементы системы управления, как штабы, различные сенсоры, как те же самолеты дальнего радиолокационного действия, которые Украина также должна получить от Швеции. И все это встраивается в такую единую, очень слаженную систему, которая позволяет сделать вот эти все вооружения на порядок более эффективными и решать задачи управления в реальном режиме времени, что сразу делает армию, которая имеет эти возможности, на голову выше своего противника, который этого не имеет. Поэтому это очень важное решение. И мне кажется, что оно уже перезрело. И надеемся, что в ближайшее время как раз все те какие-то сдерживающие факторы, которые до этого времени рассматривались, будут отметены. И Украина получит все, что и должна для того, чтобы те вооружения, которые она получила ранее, реально получили все свои боевые возможности. А не ограничены, как до этого времени сейчас вот и есть. На этой неделе, 7 октября, россияне атаковали Украину кинжалами. Так вот, аналитики Дефенс Экспресс как раз отметили, что два кинжала удалось сбить в районе Киева, хотя летели они на Староконстантинов в Хмельницкой области. И это свидетельствует о том, что их можно сбивать на так называемом маршевом участке. Не могли бы вы более детально вот обо всем этом рассказать? Ну, тут нужно сказать, что россияне, скорее всего, очень были уверены в том, что именно на маршевом участке эти кинжалы не будут сбиты. И, ведя огонь по Староконстантинам, они решили проложить маршрут полета этот ракет через узел противовоздушной обороны, который создан вокруг Киева. И эта уверенность в них вселяла, видимо, то, что это, как они утверждают, гиперзвуковые ракеты, которые маневрируют на всем участке. Но, как видим, такое не удается. И тут нужно сказать, что это достаточно сложная задача, потому что именно на маршевом участке эта ракета может развивать гиперзвуковую скорость ориентировочно до пяти махов. И при условии, скажем так, если это еще ракеты и маневрируют, то практически невозможно это сделать, потому что это достаточно сложная цель. Но, как видим, подобная уверенность Россия, она развенчана. И две ракеты из трех были сбиты. А это говорит о том, что, во-первых, заявленные характеристики кинжалов, они не соответствуют тем, которые продвигают российские пропагандисты. И второе, то, что система Патриот, особенно противоракетной версии, которая была использована для сбития этих высокоскоростных целей, она является эффективной, и мне кажется, что вот это уменьшит возможности россиянам безнаказанно обстреливать цели объекта на территории Украины. И таких, скажем, районов, из которых они могут это делать, уменьшится. Как уменьшатся возможности для ведения этой войны. Весной 2025 года Франция планирует передать Украине модернизированные самолеты «Мираж-2000». Скажите, а в чем именно будет вот эта вот модернизация, и для каких задач эти борта могут быть использованы уже у нас? Ну, тут нужно сказать, что это достаточно серьезное будет усиление воздушных сил Украины. И тут Франция делает свой вот такой вклад. И причем улучшаются эти самолеты, которые, по сути дела, у Франции были модернизированы до уровня перехватчиков. То есть они, имея показатели по противодействию авиации противника, отличные показатели по перехвату воздушных целей противника, не были оборудованы средствами для нанесения тех же ударов по земле. Вот подобная модернизация, которую объявили во Франции, она поможет сделать этот самолет универсальным. И в том числе, скажем так, сохраняя те способности, которые имеет этот самолет для того, чтобы бороться с воздушными целями. Для этого у него есть прекрасные ракеты «Мика», которые способны противодействовать самолетам противника на стоянии до 100 километров. Причем радар этого самолета устроен таким образом, что он работает в пассивном режиме и включается в активный режим уже в последний момент, когда, скажем так, для того, чтобы захватить цель осуществить пуск, что увеличивает возможности этих самолетов победить в воздушном бою и уничтожить вражеские самолеты. Модернизация же предназначена для того, чтобы адаптировать на этот самолет вооружение класса «Воздух-Земля», как те же ракеты «Скальпеджи». И это поможет наносить удары, уже используя эти прекрасные ракеты в полноценном режиме, когда они будут показывать свою полную эффективность. И это, кроме прочего, усилит возможности наших воздушных сил на фоне все-таки застаревания тех средств, которые сейчас применяются. Это использование вот этих ракет класса «Воздух-Земля». А это речь идет о тех же самолетах Су-24, которые отрабатывают свой срок службы, тем более в связи с вот такой усиленной эксплуатацией. И поступление вот самолетов от Франции, оно даст новые возможности Украине именно для нанесения ударов по земле и поддержит вот эти возможности. Кроме того, вот эти самолеты «Мираж-2005», они наделены полным набором современных связей, в том числе вот той же системой «Айлин-16», о которой мы говорили. И, в принципе, двигатель, радар, все этого самолета, они все соответствуют требованиям современного воздушного боя. Так что это будет очень хорошее усиление. И что более важно, это расширяет спектр применения тех средств, которые нам могут передать противник, наши партнеры по противнику. И это очень важно, потому что, допустим, те же самолеты «Ф-16», они могут использовать преимущественно в основном американские вооружения и не адаптированные под европейские вооружения. А вот самолет «Мираж-2005» от Франции, он позволит использовать широчайший спектр вооружений, которые производятся в Европе и которые, ну, тут, можно сказать, расширят арсенал вооруженных сил Украины и, скорее всего, ну, скажем так, будут в большей степени адаптивны до того поля боя, в том числе и включая там определенные политические какие-то ограничения, которые мы сейчас видим, с которыми Украина сейчас встречается в условиях политической борьбы в США. Валерий, пока мы готовились к разговору с вами, подоспело еще несколько свежих новостей, ну, что, в принципе, не отменяет главного вопроса, поэтому я сейчас коротко обо всем скопом. Так вот, в Адыгее свежайшая новость, да, прилеты по военному аэродрому «Ханская» и этой ночью мощная детонация на складе шахедов в Краснодарском крае. Имеем в виду, что там рядом Ейск и Приморско-Ахтарск. В Брянской области на днях атакован арсенал главного ракетно-снарядного управления, скажем так. И в Феодосии уже четвертый день горит нефтебаза оккупанта. Вот такие вот составляющие важнейшие военные и логистические объекты, которые, по идее, должны быть мощно защищены, в том числе системой противовоздушной обороны. Ну и вопрос следующий. Почему российское ПВО пропускает? Ну, любая ПВО, она не имеет какие-то фантастические возможности. А российское ПВО, которое напоминает уже в последнее время куцое одеяло, которое, ну, можно натянуть только на какую-то очень важную часть тела вот этой страны. И это связано с системной работой вооруженных сил Украины по уменьшению возможностей Российской Федерации по прикрытию собственных объектов. И в том числе это связано с тем, что Российская Федерация не может прикрыть все те объекты, которые необходимо бы было ей прикрыть. Большинство из этих систем, они сейчас сконцентрированы в районе линии фронта для прикрытия войск. Также огромное количество средств противовоздушной обороны отличены на Крым и на прикрытие того же Керченского моста. Ну и огромная часть подобных средств отличена на прикрытие резиденции Путина. Поэтому для прикрытия вот каких-то баз, каких-то логистических объектов остается все меньше и меньше. И нужно сказать, что вот средства никогда бы не было достаточно и важной частью являются те же средства обнаружения, которые являются глазами любой системы противовоздушной обороны. А после уничтожения такого критического количества самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в виде А-50, которое Российская Федерация уже не может производить, после решения вопросов борьбы с российскими разведывателями, беспилотниками, после уничтожения ряда радиолокационных станций, как, например, Небо-М, также были уменьшены возможности по введению разведки и обеспечения как раз полноценной работы системы противовоздушной обороны. И, что самое главное, после увеличения качественного возможности Украины по нанесению ударов, причем не вслепую, а также подготовленных с применением всех видов разведки, качество прохождения российской системы противовоздушной обороны увеличилось, и мы увидели вот как раз такое и количество увеличения пораженных объектов на территории Российской Федерации. И этот процесс будет и далее продолжаться, потому что темп уничтожения российских средств противовоздушной обороны сейчас значительно превышает возможности этой страны по баз производству систем противовоздушной обороны. А взять их по большому счету негде, потому что, вот, повторяю, это одеяло противовоздушной обороны, оно очень куцое и становится все меньше и меньше. Валерий, минутка у нас остается эфирного времени, но не могу не спросить, потому что появились некие такие вот интересные подробности. Российский, сбитый в районе Константиновки, в Донецкой области, российский беспилотник С-70, охотник Форбс, пишет, что сразу после сбития дрона россияне выпустили по месту его падения ракету «Искандер», чтобы уничтожить обломки. Так вот, издание пишет, что вот сам факт сбития охотника может стать одним из самых больших позоров российских воздушно-космических войск. О чем идет речь, по-вашему? Ну, речь тут идет о том, что россияне хотели апробировать вот этот беспилотник, охотник, которым они много лет гордились. С 19-го года они начали, как тот, который не имеет каких-то аналогов, он не имеет средства, имеет, скажем так, возможности пятого поколения, но это... Но это ему, противнику не удалось. И беспилотник, в конечном итоге, вышел из-под контроля, и они сами были вынуждены ему уничтожить. Дальнейшее добитие этого беспилотника на земле, скорее всего, связано с тем, чтобы вот украинские исследователи с западными институтами обнаружили то, что на самом деле это просто фикция и такой раздутый и переоцененный проект. Просто для того, чтобы не увидели всю эту немощь российской оборонной промышленности. Да, хорошая фраза. Дальнейшее добитие беспилотника пятого поколения. Валерий, спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс», был с нами на связи.